Многие уже знакомы с одной из серьезнейших тем в понимании нашего реального прошлого. Эта тема о существовании не столь далекие исторические времена так называемых великанов широко обсуждается сегодня исследователями реального прошлого. В экспедициях канала Ice Peak нам удалось увидеть следы таких вот великанов. На руинах турецкого античного города Перге мы обнаружили ступени с 40-сантиметровым подъемом. Подобные им ступени мы обнаружили в так называемом колодце крымского пещерного комплекса из Кикермен. В своем фильме «Эта допотопная битва продолжается и сегодня» я показал собранные мною с помощью многих зрителей старинные изображения людей в 2, а то и в 3 раза превышающих наш с вами рост. На некоторых, чудом дошедших до наших времен картинах и гравюрах ясно видно именно 3 вида людей. На эти 3 вида, конечно же, я разделил соответственно их росту. На вскидку рядом с предположительно нами изображены антропологически такие же люди, как мы, но в 2 и 3 раза выше. По моему предположению, самые высокие из них, те, что в 3 раза выше, и были прямыми детьми богов. Те, которые в 2 раза превышали наш с вами рост, были детьми этих детей. Но кто же тогда мы с вами? Скорее всего, мы дети детей богов. Они нас создали, конечно же, с помощью самих детей богов, а может быть даже и самих богов. Создали путем искусственного антропогенеза. Подробнее моя гипотеза об этом изложена в фильме. То мы все такие есть, вот почему родился новый вид людей. Но это, конечно же, пока лишь мое логическое заключение, родившееся из анализа очень многих работ на эту тему. Таких, как книга Александра Пескова «Наследие вождей Атлантиды. Боги творят народы». А выводы большей части исследователей реального прошлого привели меня к пониманию того, что все люди, превышающие наш рост, были намного умнее и развития нас. Я уже неоднократно показывал именно то, что в разрушенные античные города, после потопа конца 17 века, пришли где-то выжившие люди нашего роста. Где они выжили, пока сказать очень сложно. Скорее всего, спастись от потопа им удалось в горах и в подземельях. Но, как я уже говорил, предположительно людей выжило не более 1% от прежнего населения. Их мы и видим на картинах руинистов как раз 18 века. А тот факт, что в античный потоп выжили и пришли в города именно мы, свидетельствует только об одном. Но война, предшествующая глобальной катастрофе конца 17 века, была именно войной богов. Античная цивилизация, при которой на Земле одновременно проживали по крайней мере 3 вида этих людей, погибла в результате применения мощнейших видов вооружения, разрушивших некое космическое тело, находящееся на орбите нашей планеты. Моя гипотеза об этих событиях изложена в фильме «Хронология катастроф 17-19-20 веков». В войне богов мы, как наименее развитые из всех этих трех видов, использующие всего 5% возможностей своего мозга, воевали за различные противоборствующие группировки так называемых богов. Но, конечно же, реально это были не сами боги, а всего лишь их дети и дети их детей. При этом всем у тех, кто были выше нас в 2 и в 3 раза, видимо, возможности их мозга превышали наши примерно с такой же кратностью. Подтверждением моим логическим заключением, в общем-то, является и Ветхий Завет, каким бы спорным для некоторых он ни был. В Библии как раз описываются те самые три вида людей. Исполины или нефилимы, гиганты и мы. Начнем с исполинов-нефилимов. В этом фильме я приведу лишь основные понятия из Библии, кем они являлись на самом деле. Как они деградировали и разделились на плохих и хороших, что описывает Библия дальше, я сегодня рассматривать не буду. Итак, исполины или нефилимы. Но, конечно же, в Библии даже в первичном понимании все очень сильно перепутано. Описание начинается так. Они были сынами некого Сифа. И якобы за праведный образ жизни люди их именовали сынами божьими. В общем-то, этот же термин «сыны божьи» мы встречаем даже в древнегреческой мифологии. Вспомните, Алкид так звался Геракл до совершения им подвигов. Но после того, как этот Алкид их совершил, его стали называть Хер или Гер. Напомню, по моей гипотезе, слово Алкид состоит из двух корней. Ал, известный сегодня как Аллах или Бог, и Кит, ребенок или сын. Далее, Библия противоречия рассмотренному выше утверждению, дает несколько иной вариант трактовки понимания исполинов или нефилимов. После смешения с дочерьми Каина от детей богов родились гиганты. В общем-то, получается так. Те, кто были нас выше в три раза, родили тех, кто выше нас в два раза. Интересно и само происхождение детей богов. Оно как раз нас и приближает к ответу на вопрос, кто же эти самые боги, как они выглядят физически. В некоторых апокрифах это вкратце изложено так. Исполины или нефилимы, дети богов, рождены от союза ангелов, Бней и Лакин, сынов Всевышнего, со смертными женщинами. Здесь мы и видим главное. Дети богов и дети Всевышнего, похоже, очень сильно отличаются. А чем они отличаются, мы поймем с вами дальше. Мне из этого утверждения о Библии ясно только одно. Но какого роста или какому виду людей относились те самые смертные женщины? Ведь получается то, что Исполины или нефилимы, дети богов, породили гигантов, а через них породили нас. В Ветхом Завете, конечно же, очень много подобных нестыково. И это утверждение приводит нас к старому философскому тупику. Что же первично, курица или яйцо? Кстати, а как думаете вы? Если по вашему мнению первична курица, поставьте в комментариях значок плюс. А если вы думаете то, что первично яйцо, ставьте знак минус. Но если все же вы думаете, что первичен Всевышний, поставьте восклицательный знак. Нам в этом вопросе разобраться только еще предстоит. Но не факт, что мы с вами со своими 5% возможностей мозга в состоянии вообще такое понять. Хотя я и уверен в том, что нужно все-таки стараться. В экспедиции канала Айспик по острову Шри-Ланка мне удалось пообщаться с некоторыми знающими людьми. Итак, вот что удалось узнать. В глубине буддизма скрыта информация о том, что Будда все-таки не человек. По крайней мере, последний Будда Шакьямуни является воплощением Вишну или Всевышнего. Чьими же тогда сынами, получается, являются ангелы, породившие в союзе со смертными женщинами или дочерьми Каина, исполинов-нефилимов или сынов Божьих. И еще интересный факт. Получается, что мы с вами из христианской догматики вообще не понимаем, кто же такие ангелы. Если они в союзе со смертными женщинами породили именно сынов Божьих, они тогда должны называться богами. Но почему-то их называют ангелами. Хотя в самом понятии ангел чисто слышится звук Ал, то есть в нашем понимании Бог. Ангелы, скорее всего, и есть первичные боги, подчиненные их прародителю Всевышнему. И как раз ангелы делятся на две группы, светлые и падшие. Такими же станут и, скорее всего, сменившие их олимпийские боги. Станут после того, как ангелы уйдут. А уйдут они, скорее всего, поднявшись на более высокую ступень в своем развитии. И сменившие их олимпийские боги будут называться уже прямо богами. Вот так лучше всего избавлять от гельминтов, только что родившихся домашних животных. Которые не добирают веси из-за врожденных паразитов. Тогда, когда еще использовать препараты не представляется возможным. Катушки Мишина не только избавляют от паразитов животных и людей. Они оздоровляют суставы, помогают при гипертонии, сердечно-сосудистых и иных хронических заболеваний. Недаром в народе этот прибор носит имя своего изобретателя. Физика Александра Мишина. Недавно производитель катушек фирмы Alt Energy представила новую разработку. Шипы Мишина. Они генерируют прямую электростатику и обладают повышенным оздоровительным эффектом. Используйте рекомендуемый Александр Мишином аналоговый генератор фирмы Alt Energy. Подробнее о приборе, о его показаниях к применению, в принципе действия, вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Олимпийские боги тоже, скорее всего, ушли на более высокие уровни. Уступив свое место в управлении нашей цивилизацией Пантеону 12 апостолов. И снова в понятии апостол мы слышим Ал. Тот самый Ал Аллах, который считается богом в магометанстве. Но что же мы знаем с вами об ангелах? Они, скорее всего, как и олимпийские боги, являлись бестелесными существами. А вот апостолы почему-то бестелесными уже не являлись. И это говорит о том, что они были, скорее всего, детьми богов. А присматривали за апостолами сами ангелы, находящиеся уже на более высоких уровнях. И еще напомню, ангелы, как мы знаем, были светлыми и падшими. Но если я с имеющейся на сегодня информацией начну разбираться в вопросе апостолов, это заведет меня в очередные дебри. В общем, пока ясно одно, ангелы и олимпийские боги, скорее всего, не имели плотных материальных тел. И, скорее всего, они имели эфирные тела, то есть были чистыми представителями эфирного надмира. Может быть, даже они были астральными или ментальными. Но, скорее всего, как этот вопрос описывала Светлана Левашова в своей книге «Сущности разум», сущности богов находились во всех измерениях. Сегодня многие теософы спорят о том, были ли олимпийские боги телесными. То есть, существовали они в нашем материальном мире физически так же, как и мы. Я думаю, что нет. Скорее всего, олимпийские боги были духоподобными. Это вот то, что рассказывал когда-то Эрнст Мулдашев на теософских учениях, Блавацкая и Рериха. То есть, первые расы, которые жили на земле, были духоподобными, ангелоподобными и потом уже материальными, как мы. Но вот эти вот две первые расы самые интересные. То есть, духоподобные, скорее всего, это эфирные обитатели или обитатели эфирного надмира. А вот ангелоподобные, это ангелы, обитатели астрального надмира. Это все очень сложно. Зная это, можно сделать и полный вывод, для чего нужны были храмы. А храмы были нужны для связи, для контакта нас с вами, с 5% мозга, не имеющим никаких телепатических способностей, с этими духоподобными и ангелоподобными. То есть, действительно, в храме слышался глаз Божий. А храмы эти были чисто техническими сооружениями. Единственное, конечно, можно сделать добавление. То, что технические сооружения в нашем понимании, это совсем не то, что технические сооружения в том понимании. То есть, техника у них была другой. Если в технологиях используются элементы или физические принципы надмиров, то эти технологии можно признавать магическими или техномагическими. То есть, что опять же получается? Если мы используем эфирное электричество или же используем такие поля, как торсионные, то фактически это уже техномагия. Ну, это в нашем понимании. То есть, наша технология, она в корне отличается от технологий, которые были до потопов. Даже до потопа средины 19 века. Это уже достаточно многие и очень хорошо поняли. Конечно же, в земной цивилизации эти великаны или так называемые исполины, нефилимы, алкиды или дети богов, они были совсем иными. Они, скорее всего, могли напрямую устанавливать связь со своими проредителями. Так как частица их сущности была вот в этих вот алкидах. Может быть, это даже могли делать и гиганты. Но мы, люди, такого, скорее всего, уже делать не умели. И потому для нас как раз и строили храмы. Где техномагическим таким вот способом мы получали информацию напрямую от богов. От богов Олимпийского пантеона, скорее всего, находящихся до определенного момента в эфирном надмире. И, разумеется, от так называемых ангелов или алов, находящихся в астральном мире. Где-то, может быть, в каких-то храмах, ну не может быть, а действительно были храмы Зевса, Юпитера. Если Зевс и Юпитер действительно соответствовали Всевышнему, то были, конечно, и храмы самого Всевышнего. Где голос мы слышали уже из ментальных миров. Но это все только вот начало пути, начало понимания. Потому что, действительно, во всех источниках, все, что я сейчас пытаюсь собрать, эти знания очень разобщены и разрознены. Каждый, несущий такие знания, настаивает именно на своей трактовке. И эти знания, как правило, или религиозные, или каких-то вот философских, теософских школ, или вообще им их течений. То есть, мы здесь хотим разобраться сами. И я думаю, многие зрители тоже хотят разобраться вместе с нами. Как вот все действительно по-настоящему устроено. И, действительно, посещение Шри-Ланки и встречи с определенными людьми, они были достаточно большим открытием для меня. То, что я сейчас рассказываю, в основном я услышал у них. Я, конечно же, насколько мог, записывать я не записывал. Они разговаривали совершенно на другом языке, через переводчика. Но все, что я запомнил, я пытаюсь сейчас передать. Как все-таки все устроено. Зачем это надо нам с вами? А надо это для того, чтобы понять, кто мы. Почему мы с вами сейчас такие? Почему у нас выключен мозг? Всего лишь 5% его мы используем. Мы отличаемся даже от дореволюционной аристократии. Когда обычные дореволюционные аристократы знали там по 11 языков. Тот же Ленин знал 11 языков. Кто-то знал и 15, и 20. Они сочиняли стихи. Какой объем памяти был? Чем они вообще оперировали? И вот сейчас мы с вами. Ну, максимум там я знаю людей, которые знают 4 иностранных языка. А большее подавляющее большинство людей вообще знает только один русский. Ну, и пытается общаться там на уровне пальцев на более примитивном английском. Почему мы такими стали? И вообще, к чему мы идем? К чему нам подниматься? Имеет ли наш мозг вообще возможности расширения? И очень жалко то, что те, кто в какое-то время сюда привнес ведические знания, вернее, все, что от них осталось, древних русских или славян, или галов, как я сейчас понимаю, светящихся, просветленных, не принесли сюда практики для того, чтобы приходить к этому просветлению. И вот практики нам надо с вами искать. Буддизм, он весь фактически основан на практиках этого просветления. Да, может быть они примитивные, да, они на чужом языке, но где-то есть практики и наши. Потому я и собираю со всех религий, которые мне встречаются, и которые я могу близко узнать, вот именно ту часть, которая нужна. Действительно, практическая часть, практикование этих практик, так называемых, она приводит и к физическому, то есть телесному совершенствованию, и совершенствованию мозга и восприятия, то есть полный спектр. И вот действительно, это нам с вами и надо искать. Что для этого делать, ну, время покажет. Вот, искать надо в индуизме, кроме буддизма. Искать надо в нашей глубинной славянской культуре. Есть у нас некие, я не буду их называть, кто действительно может что-то делать. И действительно, люди рассказывают, когда девочки бегают вокруг костра, и вдруг он загорается. И такое же встречается у нас здесь. У нас эти практики даже может быть серьезнее, или умение сказать, а не практики. Но на широкий круг они, конечно же, не распространены. И мы с вами их не видим. Ну, что мы на славянских праздниках в основном делаем? Я вот приезжаю туда раз или два в год, кто-то четыре раза приезжает. Ну, попрыгали через костер, покрутили хороводы. А практики? Вот действительно их надо брать из буддизма и развивать. Кто этим займется, пока непонятно. Ну, будем с вами смотреть. Вывод один. В храмах, в тех самых древних, когда они еще действовали, были действительно техническими сооружениями, или техномагическими, действительно слышался так называемый глаз Божий. Оттуда и происходило обучение, лечение. Мы действительно видим, что не было ни больниц никаких, даже в античные времена. Не было никаких учебных заведений, были библиотеки, где что-то подсчитывали. Но откуда люди брали первичные знания? Скорее всего, действительно, с храмов шла прямая закачка. О чем, кстати, очень хорошо говорил в нашей беседе Александр Романов. Эту беседу, или гипотезу Александра, вы можете увидеть в нашем фильме. Церкви не электростанции, да потопные технологии серьезнее, чем мы думаем. То есть, основным техномагическим назначением так называемых храмов, а потом и церквей, была связь. Но это была не простая связь между людьми в различных городах, а может даже с какими-то космическими объектами. Это была связь с эфирным и астральным над мирами. А где-то даже и более высшими, там где находился Всевышний. Это серьезная очень вещь, и у кого-то она сейчас вызовет, конечно же, фантазийное восприятие. Но если все разложить сначала, как я сейчас это делаю, то фантастика это не кажется. В следующем фильме я попытаюсь еще более узко собрать всю получающуюся картину. Но в этом фильме вы дальше увидите одно из мест на земле, откуда вообще все начиналось. Куда пришли боги. Что же мы знаем об эфирном над мире? Снова, скорее всего, это и есть тот самый дух, уплотнением которого, по мнению Елены Блаватской, и создан наш материальный мир. То, что я сейчас пытаюсь сопоставить и построить некую логическую версию устройства божественного мира, я складываю из информационных обрывков, полученных мною из тех же источников, из которых более 100 лет назад информацию получила Елены Блаватская. Но сегодня нам легче, чем ей. Сейчас мы уже имеем физическую модель этого строительства материального мира из мира эфирного. И модель эта построена выдающимся физиком Юрием Степановичем Рыбниковым. Вкратце это можно представить так. Из физических или химических элементов этого эфирного надмира постоянно происходит строительство материи. Эта материя является по сравнению с эфирным надмиром более грубой. Но именно из нее и состоит наш материальный мир. И еще очень важно. В нашем материальном мире действует очень много энергий именно из эфирного надмира. Такими энергиями, скорее всего, являются свет и гравитация. Итак, пробираемся дальше сквозь дебри. Из Полины или Нефилимы – дети богов. Получается, это телесные воплощения в материальном мире бестелесных ангелов или сынов Всевышнего. Некоторые скажут то, что дети Всевышнего являются аватарами. Но реально все намного сложнее. Ангелы, они же Аллы или боги, дали Исполинам только часть своей души или сущности. При этом эти ангелы Аллы или боги в своем мире существовать не перестали. То есть в надмирах их жизнь сохранилась в полном объеме, несмотря на то, что часть своей сущности они отдали сюда, нам, в материальный мир. Кстати, наши с вами сущности, как и сущности всех видов богов, существуют тоже не только в материальном мире. Они существуют и в астрале, и в ментале, и, конечно же, в эфире. Снова напомню, все это очень хорошо объяснила Светлана Левашова в своей книге «Сущности. Разум». Само же происхождение души или сущности однозначно является функцией Всевышнего. Хотя, может быть, Всевышних, упомянутых в Библии, несколько. И они точно так же, как и Аллы, находятся в различных измерениях или мирах. Так вот, душа или сущность, скорее всего, функция самого высшего из всех Всевышних. То есть Вселенского разума. Он продукцирует сущность или душу. Все, что я сейчас вам схематично объясняю, является знанием достаточно небольшой группы высших иерархов ланкийского буддизма. Но эти знания нисколько не волшебные. Любой ланкийский буддист может спокойно до них дойти. В распространении этих знаний я и не получил никакого запрета. Но все-таки это знания из религии, буддизма. А к религиям у нас сегодня отношение очень неоднозначное. Так что, насколько эти знания верны, опять же, решать каждому из вас. Для меня главным является то, что эти знания не противоречат информационному пласту, существующему сегодня в религиях и верованиях. А как я уже неоднократно говорил, по моему мнению, все современные культы выросли из информационного фундамента до потопной единой ведической веры. И еще, очень важным для меня является то, что эти новые знания очень сильно расширяют и систематизируют понимание мироустройства. Итак, пробираемся дальше. В буддизме эти ангелы, они же Аллы, они же Боги или Дети Всевышнего, являются теми самыми 22 игроками футбол с 23 судьей самим Всевышним. Данная картина устройства так называемых небес изображена практически во всех буддийских храмах Шри-Ланки. Там же, на этом острове, для меня стало понятно то, что исполины, они же Нефилимы, и они же Дети Богов, разделены по крайней мере на два антропологически отличных вида. Пусть в нашем понимании это будет две расы, атланты и лемурийцы. И как раз на Шри-Ланке прослеживаются следы именно лемурийцев. В своем прошлом фильме, вот как устроено само небо, я показал вам, как выглядит зуб Будды, находящийся в храме ланкийского города Канди. А вот еще один след людей огромного роста, находящийся на Шри-Ланке. След Будды на вершине так называемого пика Адама или Шри-Пады. В красном мире лемурийцев, находящемся к югу от стены, некогда разделявший земной шар на две части красную и синюю, подобных следов сохранилось достаточно много. Сегодня они выглядят как углубление характерной формы следа ступни в каменных скальных породах. Но как многие из нас уже поняли, в момент оставления этих следов, эти скальные породы были еще обычной грязью или почвой. Из многочисленных проведенных исследований стало ясно то, что скорость кристаллизации слоев грязи, засыпавшей античные города всего-то 350 лет назад, показывает истинно быстрое течение данного процесса. Нанесенная потопом грязь превратилась в известняк, песчаник и ракушечник ни за какие не миллионы, а всего лишь за сотни лет. Так что датировка оставленных подобных следов исполинов, соответственно, не миллионы, а тысячи или даже сотни лет. Следов исполинов атлантов в нашем синем мире, находящемся к северу от той самой стены, тоже достаточно. И в нашем мире эти следы сохранились не только в камне. Многие посетившие лондонские музеи обращали внимание на огромные для наших размеров мечи, доспехи и одежду. Сохранились даже фотографии огнестрельного оружия, которое ровно в два раза по своей длине превышало наше. И этот факт говорит лишь о том, что еще до потопа средины 19 века, засыпавшего однородным слоем глины краснокрепичные межпотопные здания, еще существовали гиганты. И именно гиганты это были дети детей богов. Те самые, которые выше нас не в три, а в два раза. Многие исследователи сегодня пришли к тому, что межпотопная аристократия 18-го начала 19-го веков имела средний рост порядка 2,5 метров. Об этом четко свидетельствуют, например, кареты, выставленные сегодня в музеях Московского Кремля. Скорее всего, аристократическая одежда, выставленная в тех же музеях, перешита и перешита уже после потопа средины 19 века. От перешитой одежды только остались какие-то очень длинные шлейфы платья. Но это пока только гипотеза, или лучше сказать, направление исследований. Давайте вместе собирать информацию о следах, оставленных гигантами до средины 19 века. В любом случае, дверные проемы и высота потолков Эрмитажа, 40-сантиметровые ступени Исаакиевского собора, уже и сейчас являются свидетельством существования межпотопных гигантов. Так как и Зимний дворец, и Эрмитаж восстанавливался в таком виде из руин античных зданий как раз в 18 веке. А вот в античные времена, как я уже предполагал, до потопа конца 17 века, уничтожившего античную цивилизацию, на планете существовали все три предположенных мною вида людей. На руинах Ланкийского храмового комплекса Япахува нам в экспедиции тоже удалось замерить высоту дверного проема. Она составила порядка 4,5 метров. Тот же рост гигантов, детей, детей богов. Он в среднем и составлял более 3 метров, то есть в два раза больше нашего. А теперь поднимемся на так называемый пик Адама, или Шрипаду. Пик поднимается на пик Калдому. Субтитры создавал DimaTorzok Сколько мы прошли? Не считал, наверное, 5100 ступеней, потому что у нас осталось как раз на 100, совсем чуть-чуть до самого пика. А что не идем? Не идем по причине небольшой пробочки. Нет, на самом деле просто люди стоят и ждут своего рассвета. Своего прекрасного рассвета. Итак, нам предстоит зайти на эту гору высотой 2243 метра над уровнем моря. Взойти по узкой извилистой лестнице. Подняться на Шрипада нужно к рассвету, поэтому мы начинаем восхождение глубокой ночью. Ежедневно на эту гору восходят тысячи буддийских паломников со всего мира. Они плотной вереницей карабкаются по этим узким ступеням. Хорошо лестница на всем ее протяжении освещена электрическими фонарями. На вершине Шрипада находится ровная площадка 20 на 10 метров, окруженная невысокой стеной. Посредине этой площадки возвышается небольшой открытый храм. Храм возведен над выдающейся гранитной скалой, в которой и виден священный след. Что ты чувствуешь, вот ты добрался? Чувствую тепло, человек, как тел. Запахи разные, вкусные. Мимо коронавируса два раза пролегал. Субтитры создавал DimaTorzok Судя по известным в буддизме признакам Будды, перечисленным мною в фильме. Вот как реально устроено небо. След принадлежит исполину лемурийцу. Все признаки Будды указывают именно на антропологическую разницу с исполинами-атлантами, генетика которых преобладает сегодня в нас. Лемурийц Будда Шакьямуни имел вот такие вот наиболее яркие отличия. Мужской его орган находился в его теле. Рост его был равен расстоянию между его вытянутыми руками. А стопу Будда ставил ровно или плоско. В современном понимании последний факт схож с так называемым плоскостопием. Эта же самая плоскостопия мы и видим в священном следе на вершине горы. По легенде Гаутама или Будда Шакьямуни здесь коснулся земли, спустившись с неба при посещении острова. Индуисты, так же как и буддисты, почитают Шрипада священной горой. В этой религии, правильно называемой Санатанадхарма, Гаутама или Будда Шакьямуни считается человеческим превращением в вишну и прямо назван аватаром. Как ни странно, Шрипада является священной горой и в исламе. В этой религии говорится о том, что данный след является следом Адама, который был низвергнут из рая именно на вершину этой горы. Поэтому гора сегодня и известна под именем Пик Адама. В некоторых христианских источниках говорится о том, что след принадлежит некому святому Фоме. Вот такие они, современные религии. Все они признают гору священной, но след приписывают в общем-то трем различным исполинам. Будде, Адаму и святому Фоме. Но это отдельная тема исследования. Тут нужно сопоставлять и искать общее в жизнеописании всех указанных личностей. Скорее всего, этот священный след действительно принадлежит некому хер. Что значит это понятие, обнаруженное нами на античных крымских монетах, я предположил в ряде фильмов из плейлиста «Трое». Второе имя горы Шрипада, скорее всего, является понятием и схожего русскому санскрита. Труды Носовского и Фоменко говорят нам о том, что в древних текстах при расхождении языков изменялись согласные буквы. А гласные часто вообще опускались. По-моему, Шри – это и есть искаженная хер. А второй слог Шрипада, пада, говорит само за себя. Хер упал или опустился с небес. Как я предполагал в своих прошлых работах, понятие хер – это титул. Нечто среднее между царем и богом. Пример того – история Геракла. Алкит – божий сын, добившийся своими подвигами управления над людьми. А так как он и являлся сыном бога, то управление хер происходит от имени бога. В разделившихся из единого про языка современных языках, понятие хер в искаженном виде дошло до нас как царь и король. Напомню, по происхождению управленец хер или гер является алкидом или божьим сыном. Аллами, как я предположил, скорее всего являются дети именно Всевышнего. Они же ангелы или боги. В христианстве эти понятия очень размыты. Богом признается только один – бог-отец. Но, конечно же, потом на Никейском соборе богом признали и сыном. Но тот бог-отец, скорее всего, вишну – Всевышний. А ангелы или аллы – и есть те самые боги. Сегодня информация о них дошла до нас как многобожие. Причем эти аллы или боги делятся на два лагеря – темных и светлых. И каждый из них, скорее всего, оставлял на земле в воплощенном виде, может быть, даже по несколько своих аватаров, имеющих часть божественных сущностей. Но каждый из таких аватаров или не аватаров в процессе жизни развивался, стремясь достичь некого состояния самого Алла – прародителя. А после смерти вознестись к этому прародителю и соединить часть своей сущности с его. Так, например, произошло с Хером, который сегодня почитается в христианстве. Мнений исследователей о настоящем имени Христа сегодня множество, но суть в другом. Она заключена в понятии Иерусалим. Иер – Хер стал единосущным, то есть Ус, с Аллом. Но пока это лишь только гипотеза. А на вершине Шипада, видимо, находился один из дворцов Исполина-Лемурийца по имени Гаутама. Он достиг просветления, то есть состояния Будды. Этот дворец представлял из себя подобие огромной Вавилонской башни, стенами которой был обнесен весь горный пик. В доступных сегодня древних изображениях такой башни, скорее всего, мы находим изображение этой же обстроенной горы. Вот она, огромнейшая так называемая Вавилонская башня. Сегодня в очертаниях пика Адама четко угадываются спиралевидные подъемы. Таким после ряда глобальных катастроф данное сооружение дошло до наших времен. Я думаю, что Исполин, божий сын Гаутама-Лешаке-Муни, спустился сюда задолго до того, как Исполин-Атлант-Геракл объединил красный и синий миры, разрушив бриареевы столбы. Гипотеза об этом изложена в моем фильме «Скрытый символ долларов США». Отсюда Гаутама, видимо, правил всем красным миром лемурийцев. Но самое главное то, что лемурийец Гаутама именно спустился на вершину Шрипады. Он оставил свой след еще в вязкой скальной породе, видимо при строительстве этой так называемой Вавилонской башни. Неужели Гаутама прибыл в красную половину Земли с какой-то другой планеты? Как думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео. В дополнение я скажу, что в синей мире Атлантов тоже находилась огромная башня. И это была именно Вавилонская башня. Она была выстроена вокруг горы, которая сегодня называется Митридат. И стояла эта башня действительно в Вавилоне. Настоящее имя Вавилона – Ходингира, он же Хастинапур, он же Троя и он же Царьград. В общем-то, все тот же Хер. Неужели язык Исполинов или Нефилимов, или детей богов Атлантов и Лемурийцев был один? То, что боги у них были одни, мы уже разобрались. Понятие Хер четко прослеживается и в Красном, и в Синем мирах. В Красном мире Лемурийцев это понятие дошло до нас, как Шри. Первый корень в имени горы Шрипада. В Синем мире на монетах четко написано Хер. Но как эти три буквы читались реально, мы сегодня, конечно же, не знаем. Однозначно первое согласное имело двойной или тройной звук. По крайней мере, эразмово прочтение древнегреческих текстов нам говорит о том, что этот звук минимум был двойным. И слово, записанное как Хер, произносилось как КХер. А дальше, после падения Вавилонской башни и раскола единого мирового языка, начались искажения. Так появилось КСЕР, СИР, СЕР, ЦАР, ГЕР, ТАР. Но свою гипотезу об этом, повторюсь, я рассказывал в своих фильмах из плейлиста Троя. Из индийской мифологии мы знаем еще и то, что атланты и лемурийцы воевали. Индийская мифология эти войны описывает со стороны как раз лемурийцев. Поэтому в ней ассуры являются плохими. Но как я уже неоднократно говорил, прочтите это имя, ассур, что вы в нем видите. Конечно, в глазах представителей иного красного мира, тех самых лемурийцев, пришедшие на их земли после разрушения Гераклом Стены Атланты, считались врагами. Что очень хорошо показывает известная всем Рамаяна. Хороший лемурийец Рамба воюет с плохим атлантом Ассуром Раванной. Сегодня ясно только одно. Но люди, созданные исполинами Атлантами и исполинами Лемурийцами, после падения Стены теперь в большей части перемешались. Но это отдельное направление исследований. Какие-то рода на планете, конечно же, имеют сегодня только признаки Атлантов, а какие-то только признаки Лемурийцев. Но большая часть населения Земли сегодня все-таки смешанная. А что об этом всем думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях под этим фильмом. Все, что я сейчас предположил, является только началом пути исследования. И если все мы соберем хотя бы по частице информации, понимание со временем придет. Если вам понравился этот фильм, ставьте лайки, подписывайтесь на канал iSpeak. Проект Асинхронные двигатели Дуенова успешно развивается уже 2,5 года. За это время привлечено 200 тысяч участников из 116 стран мира. Пройдены важные этапы развития. Подписан и зарегистрирован в Росреестре договор аренды земли с особой экономической зоной Технополис Москва. Также подписан трехсторонний договор на строительство проектно-конструкторского бюро. Лаборатория СовЭлмаш прошла внешнюю аттестацию и получила свидетельство о проверке измерительного оборудования, которое наделяет правом выступать средством измерения на территории Российской Федерации, а также подтверждает исправность оборудования и соответствие нормам. В Едином государственном реестре юридических лиц документально подтверждено, что инвесторы проекта стали совладельцами общества с ограниченной ответственностью СовЭлмаш, а значит гарантированно получат прибыль как от работы лаборатории, так и от деятельности строящегося конструкторского бюро. На сегодняшний день огорожена строительная площадка. Проводятся инженерные изыскания согласно проектных решений. Изготовление металлоконструкции каркаса здания у подрядчика. Земляные работы начнутся в первом квартале 2020 года. Переходите на официальный сайт, изучайте материалы, поддерживайте проект и станьте совладельцем уникальной технологии энергоэффективных электродвигателей. Субтитры создавал DimaTorzok